Проект «Я помню». Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Байтман Михаил Ильич. Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин. Интервью и литературная обработка Михаил Койфман. Опубликовано 22 сентября 2008 года. Часть первая. Родился в июле 1925 года в местечке Народичи Житомирской области. В начале 30-х годов моя семья переехала жить в Киев. Отец работал учителем, потом бухгалтером. Жили на улице Котовского, расположенной в районе Евбаза, рядом с табачной фабрикой. После окончания семи классов обычной средней школы я пошел учиться в специальную военно-морскую школу СВМШ номер 5. Тогда по стране создали несколько десятков военных спецшкол для подготовки будущих курсантских кадров – артиллерийских, морских, авиационных, и три из них открылись в Киеве. Наша школа располагалась в четырехэтажном здании на улице Красноармейской. Школьники ходили на занятия в морской форме, только на наших бескозырках не было лент. Школьников-артиллеристов дрознили бананами, учащиеся авиа в спецшколы – вентиляторами, а нас, моряков – калюжниками. Командовал нашей школой капитан-лейтенант Лисовский. Что было с вами сразу после начала войны? В июне 41-го мы находились в летнем учебном лагере возле села Плюты, ходили по Днепру в походы на шлюпках. 22 июня мы узнали о начале войны, и уже на следующий день всех спецшкольников на катерах вернули в Киев, где нас распустили по домам. Пришел домой, а мать сказала, что отца уже призвали, и сегодня его должны отправить в армию вместе с другими мобилизованными. Их призывная команда ожидала отправки в Печерском районе, и я пошел проститься с отцом. И уже когда до Печерского оставалось совсем немного, меня окриком, стоя руки вверх, остановил милиционер. Его, видимо, смутила моя черная морская форма. Под дулом нагана он повел меня в отделение милиции, и люди, глядя на эту картину, громко говорили. Шпиона поймали. Я предстал перед начальником отделения, который шарашил меня вопросом, с какой целью заброшен. На мои объяснения, что я живу на Евбазе и учусь в Киевской военно-морской школе, начальник только зловеще ухмылялся. Ты только посмотри, как их готовят. Все знают. Я просил его просто позвонить в школу, и тогда все прояснится. Но получил ответ. Мне тебя легче шлепнуть. И пока, наконец, милиционеры снизошли до звонка, и выяснив у секретаря, что есть такой ученик, и что все учащиеся школы номер пять ходят в форме, и что произошла нелепая ошибка, решились меня отпустить. Моего отца уже отправили из Киева. Попрощаться с ним мне не довелось. Отец погиб на фронте в том же 41-м году. В июле стали снова собирать спецшкольников, и вскоре пароходом нас отправили до Днепропетровска, а оттуда наш путь лежал на Донбасс. Шли пешим ходом. Сидим в одно прекрасное утро в каком-то небольшом городке. Нас было примерно 500 человек из школы ВМФ, а мимо нас по городу проносятся немецкие танкетки. Капитан-лейтенант Лисовский быстро нас собрал в колонну и погнал строем на вокзал. С револьвером в руках он носился по железнодорожной станции, пока не нашел машиниста, и заставил его выгнать из депо на пути старый паровоз, к которому прицепили несколько пустых товарных вагонов. И вся наша орава, плотно набившись внутрь, облепив эти вагоны, благодаря решительным действиям Лисовского, вырвались из города и не попала к немцам. А случись такое, даже страшно представить, что бы нас ожидало, больше трети спецшкольников были евреями по национальности. Добрались до узловой станции, здесь нам выделили вагоны, дали другой паровоз и повезли на юг. Мы были без протатестатов, нас не хотели кормить на пунктах питания МПС, а жрать-то хочется, и мы начали громить и грабить ларьки и склады на станциях. Так по пути нашего следования возле протпунктов выставляли вооруженную охрану, все уже были предупреждены, что к ним движется орда голодных моряков. Привезли в Баку, расположили на территории Каспийского ВМУ. Почти одновременно с нами в Баку прибыли курсанты Ленинградского военно-морского училища имени Фрунзе. Нас, спецшкольников 1924-1925 года рождения, зачислили на подготовительное отделение этого училища, но надолго в Баку не оставили. Пароходом через Каспий перебросили в Среднюю Азию. Мы были временно размещены в селе Чонт-Курган, в 18 километрах от Джамбула. В конце осени поступил приказ отправить наш подготовительный курс в Красноярск. Кстати, там же в Чонт-Кургане остался капитан-лейтенант Лисовский и несколько мичманов из преподавательского состава проводить новый набор в спецшколу. Что произошло с вами в Красноярске? Поселили в здании городского театра и начались занятия. Мы к тому времени уже приняли присягу. Начались обычные курсантские будни, кормили нас хорошо, давали паёк по курсантской норме 1А. Но наше настроение было подавленным. Мы не могли спокойно учиться, знаешь, такие фод дан врагу, а немцы стоят под Москвой. Но как уйти на фронт? Из училища никого в армию не отпускали. Нас подобралась весёлая компания, человек восемь. Начали куролесить, специально нарушали дисциплину, вытворяли чёрт знает что, но никого с курса не отчисляли. Мы только постоянно залетали на губу, но гаутвахта – это не передовая. Но мы твёрдо следовали своим курсам. Ребята, помогавшие штатным писарям в канцелярии курса, заранее подготовили почву для нашего ухода на фронт, и в наших личных делах год рождения был переправлен на 23-й год. Решили пойти другим путём и завалить всезимные экзамены. Специально получили по три двойки, последнюю из них я поимел на экзамене по французскому языку, хотя предмет уважал, ещё учась в пятой школе в Киеве. Нас, двоечников, вызвали к начальнику училища, капитану первого ранга, грузину. Ротный дал свою аннотацию – это преднамеренный саботаж. Каперанг стал нас материть, орал – всех под трибунал отдам. Будете учиться? Нет. Будете пересдавать? Нет. В итоге был отдан приказ по курсу преданий меня, моего друга Валентина Предко, ещё одного курсанта-армянина, суду военного трибунала с формулировкой «за саботаж». Согласно принятому ритуалу предчисления из училища по дисциплинарной статье нас должны были исключить из комсомола на комсомольском собрании. Два раза курсанты это собрание срывали. Политрук в третий раз собрал курсантов роты и снова объявил повестку дня. Возле рубильника специально выставили часового, чтобы курсанты не выключали свет, как в прошлый раз, и не сорвали собрание. Встал наш товарищ Жора Мажный и сказал, «Предлагаю ограничиться обсуждением». Все проголосовали единогласно, и мы остались в рядах в ЛКСМ. Мы сидели на губе в ожидании трибунала. У нас постоянно отбирали бушлаты, но каждый вечер товарищи приносили нам новые. А потом за нами пришли и объявили, что мы отправляемся в запасной полк, что суда над нами не будет. Переодели в старое армейское бундирование, но из элементов морской формы нам оставили тельняшки, сказав при этом, что это подарок, с разрешения начальника училища, который приказал, тельняшки у них не забирать, пусть всегда помнят, что такое морская душа. Привезли в Ачинск в запаску. Голод, холод, нары. Баланду в обед давали в шайках на взвод, так все набрасывались на баланду, как голодные звери. Месяц мы провели в запе, разок проползли, пару раз стрельнули. А потом нас снова переодели в форму третьего срока, выдали обмотки и в зап приехали покупатели за маршевым пополнением. Один из них, в звании капитана, заметив наши тельняшки, сразу поинтересовался, кто такие, ко мне пойдете? И уже через две недели мы были на фронте под Москвой в бригаде морской пехоты, кажется, 110-й. Нас всего 13 человек отобрали в развед роту бригады, которая в этот момент находилась на переформировке во втором эшелоне. Командир роты, старший лейтенант, из нескольких разведчиков и старожилов роты сразу занялись нашим воспитанием. Учились стрельбе, рукопашному бою, показывали нам, как правильно сломать шею часовому, как метать штык, как маскироваться и прочим вещам, необходимым любому разведчику. Бригада ранее была создана в основном из бывших матросов Балтфлота. Бойцы ходили в смешанной форме, многие моряки сохранили бушлаты и бескозырки. Но все наше обучение не продлилось и двух недель. В спешном порядке нас бросили на передовую, и в этих боях разведрота действовала, как обычное стрелковое подразделение. По крайней мере, я не помню, чтобы еще до своего первого ранения, в то время, мне довелось участвовать в настоящем разведывательном поиске. Кто-то из товарищей, бывших спецшкольников из пятой школы ВМФ или из курсантов с подготовительного курса ВВМУ, позже последовал вашему примеру и тоже вырвался на фронт. Таких было не так много. Моих товарищей к тому времени, уже облаченных в форму курсанта-моряка, сдерживали рамки армейской флотской дисциплины и силы приказа. Но все равно находились отчаянные головы. Например, был у нас один парнишка со шпанскими замашками. Митька Жила, сын одного из руководителей Украины. Его отец был зампредседателя Совнаркома УССР. Митька слинял на фронт еще по дороге из Баку. И когда об этом узнал его отец, находившийся вместе с правительством Украины в Куйбышеве, в эвакуации, то Жилу стали по поручению папочки разыскивать по всем фронтам. Обнаружили его аж на Ладоге, в военной флотилии. Митьку под конвоем вернули к нам, но, насколько я знаю, он училище так и не закончил, куда-то опять исчез, возможно, штаб снова сбежал на фронт. Или был у нас в классе Гриша Пирогов. Столкнулись с ним после войны в Лукьяновской тюрьме, находясь по разной стороне баррикад. На фронте он был лейтенантом, а после войны Гриша стал профессиональным вором. И когда мы случайно встретились в тюремном коридоре, он шел по делу под фамилией Николаев. Мы обнялись, пожелали удачи каждому на своем поприще. Лишних вопросов друг другу не задавали. Хотя он сильно удивился, что я остался на войне живой. Ему кто-то из общих знакомых рассказал, что меня убило на фронте еще в 1942 году. Ваши первые фронтовые впечатления. Вот вам маленький эпизод. Идет бой, мы лежим в отдельных ячейках. Рядом разрывается снаряд, и мне осколком перерубают палец на ноге. Из соседнего окопчика мне кричит раненый Валька Предко. Мишка, куда мы, блин, попали? Тут же убивают. В госпитале долго лежали? Где-то с месяц. Потом из госпиталя мы вместе с Валентином попали в 12-ю гвардейскую стрелковую дивизию, отведенную, прифронтовую полосу, на пополнение. Нас сразу направили в дивизионную разведроту. Существует стандартный набор вопросов к бывшим разведчикам. Примерно 20-25 дежурных вопросов. Если какие-то из них вам покажутся банальными, лишними или наивными, не судите строго. Вы три года провоевали в одной разведроте и остались в живых. Случай крайне редкий. Давайте начнем. Как вас встретили, разведроте? Сначала присматривались, приглядывались, как себя ведет, как пьет. Некоторым моя фамилия, Байтман, поначалу показалась неблагозвучной, но я был товарищ хулиганистый и дерзкий. Отпор давал сразу, пил наравне со всеми и быстро вписался в наш дружный бандитский коллектив. Физически был здоровым, очень крепким. На войны был хорошим гимнастом. И когда начались занятия разведчиков, мы тренировались на ночные вылазки и прочее, то я показал себя на должном уровне, и все сомнения в мой адрес исчезли сами собой. Разведрота на тот период состояла из двух взводов. Нас с Валькой зачислили в первый взвод. Весь 42-й год 12-я гвардейская дивизия вела позиционную войну на московском направлении, и проведение разведпоисков в условиях подготовленной во всех отношениях стационарно-эшелонированной обороны противника всегда являлась сложной задачей. Каким для вас был первый разведвыход? Сидели на передовой в первой траншее, долго приглядывались к немецкой обороне. Потом ночью поползли. Впереди сапер, за ним 10 разведчиков, сзади связист и санинструктор. Прямо возле первой немецкой траншеи кто-то из наших кашлянул. Немцы нас заметили, в воздух полетели светительные ракеты, и по нам открыли бешеный огонь со всех линий немецких позиций. Мы на силу унесли ноги, выбрались из этой передряги, имея в группе одного раненого. Начальство приказало, завтра пойдете снова. На следующую ночь мы пересекли нейтралку без происшествий, затаились возле немецкого блиндажа. Смотрим, часовой маячит. Решили его снять, а потом забросать блиндаж гранатами. Но так получилось, что часовой, считайте, что сам пришел в наши руки, мы его скрутили, сунули ему кляп в рот и начали отходить. Но они проползли и 20 метров, как немец выплюнул кляп и зарал на всю округу. Его товарищи сразу всполошились, поднялась паника. По нам открыли пулеметный и минометный огонь и, кстати, языка легко ранило. Но немцы мы доставили в штаб дивизии. Начальству этот язык категорически не понравился. Наши штабные боссы ходили недовольными с кислой физиономией. Из кого формировалась разведывательная рота 12-я гвардейской стрелковой дивизии? Набирали в разведку только добровольцев. Исключений не помню. В разведку шла в основном бесшабашная, азартная, отчаянная молодежь, бывшие уголовники и бывшие штрафники. Одним словом, те люди, которым нечего было терять и которые заранее сознательно и по своей воле подписали себе смертный приговор или заявку на тяжелые ранения уже в ближайшем будущем. Иногда приходили опытные бойцы, люди в возрасте. Помню, как к нам прибыл один пожилой сибиряк, бывший таежный охотник, так его сразу стали использовать по прямому назначению, как снайпера. У нас в роте была своя снайперская винтовка. Один раз в роту попал молодой паренек, прирожденный разведчик, аз разведки, как говорят, от Бога. Он всегда сам лез в самое пекло и был смертельно ранен. Никогда в роту не зачисляли тех, кто был на оккупированных территориях. Примечательно, но мне запомнилось следующее, что в конце войны к нам стали реже попадать бывшие уголовники «Видимо, кадровики и разведотдел уже стали фильтровать при приемке будущих разведчиков». А может, все просто. Поток зэков на передовую иссяк. Одним из последних урок, попавших в мой взвод, был щипач-карманник по имени Виктор, неплохой парень, но полностью испорченный тюрьмой. Прибыл после штрафной роты и госпиталя, и вскоре выбыл из роты по тяжелому ранению. Добровольцы были всегда, но из-за высоких потерь людей постоянно не хватало. Нередко в роту попадали случайные люди, наивно думавшие, что в разведке веселая житуха и ордена мешками. А потом, как разбирались, что тут у нас творится, то не знали, как от нас выбраться. Насильно в разведроте никого не держали, но и сразу из роты никого не отпускали, начинали уговаривать. Некоторые оставались из-за любви к искусству и постепенно втягивались в наш тяжелый и очень кровавый труд. Как готовились разведвыходы? Каким было вооружение и оснащение в разведроте? Кому разрешалось не участвовать в поисках? Как правило, полученную задачу мы обсуждали всей разведгруппой, назначенной на поиск. Сразу отбиралось 5-6 человек группу захвата и 8-12 человек группу прикрытия. А что там будет дальше, никто из нас знать не мог. Простое задание могло обернуться в сложное и наоборот. А нередко нас гнали в поиск с бухты-барахты без предварительной должной подготовки, с требованиями немедленно достать языка, любой ценой умереть, но добыть кровь из носу, не считаясь потерями. Характерные примеры приведу позже. Насчет вооружения. Автоматы ППШ, гранаты, пшинки, трофейные пистолеты. Ручных пулеметов в нашей разведроте было несколько, но в поисках их не использовали. Иногда брали в поиск трофейные автоматы. Мне пару-тройку раз пришлось ввести в бою огонь из немецкого трофейного пулемета и изумительный, скажу я вам оружие, легкий и надежный пулемет. В конце войны разведчиков вооружали автоматами ППС. Своего автотранспорта в роте не было, только после войны мы прибарахлились, у меня даже появился свой личный мотоцикл марки Лендерер. На нем и гонял. По поводу участвующих в поисках. Саперов и радистов нам придавали из дивизии. В поиске, кроме штатных разведчиков, участвовал наш санинструктор, прозванный Санька Струбкой. И даже наш ротный повар мог по своему желанию пойти в разведку. В обороне нас кормили от штаба дивизии, и наш повар в принципе сидел без дела. Так иногда сам вызывался на задание. Старшина роты в поисках не участвовал, но это не гарантировало жизнь. И они, старшины, тоже под Богом ходили. У нас за войну погибли трое или четверо человек, служивших на должности старшины роты. Кого при бомбежке убьет, кто поедет в тыл за провиантом и на мине подорвется. По командирам. Долгое время нашей ротой командовал капитан Медведев. В поисках он лично не участвовал, но я не могу поставить ему это в однозначно в упрек, поскольку, как мне помнится, у нас разведроте говорили, что был с конца 43-го года какой-то специальный приказ, запрещавший офицерам, находившимся на должности ПНШ по разведке или служившим в разведке дивизии и подобным им ходить в тыл врага, так как они являлись носителями секретной информации. Но был ли такой приказ в действительности, я не знаю. На должности командиров разведзводов присылали бывших пехотных офицеров после госпиталей, людей тертых с фронтовым опытом. Зеленые лейтенанты, которые сразу с корабля на бал, вчера из училища, к нам очень редко попадали. Взводные у нас постоянно менялись. Командирам разведзводов приходилось попотеть, пока их разведчики посчитают своими. Иногда над новыми взводными лейтенантами подшучивали, проверяли реакции, могли подначить, в темноте кинуть к новому лейтенанту в землянку комок земли и крикнуть граната и посмотреть, как он себя поведет в этой ситуации. Одно время у нас был очень хороший взводный свой парень, смелый разведчик лейтенант Федорчук. Из тех, кто был в роте весной 1942 года, сколько довоевало в ней до конца войны? Двое. Я и Федя Уржаткин, сибиряк, 1920 года рождения. Еще было два человека, прибывших в роту под Курском, но все ветераны роты были за время службы в разведке ранены как минимум по два-три раза и возвращались именно как гвардейцы в свою часть после госпиталей. Остальные разведчики нашей отдельной дивизионной разведроты начинали воевать в разведке на Днепре и позже. И если в начале 1943 года в составе разведроты числилось 40-50 человек, то в мае 1945 года списочный состав разведроты дивизии состоялось 19 человек, и это считалось нормальным явлением. А сколько всего сотен человек прошло через нашу разведроту за три года войны, я сказать затрудняюсь. Разведчики считали себя кастой? Безусловно, мы считали себя отдельной особой группой бойцов со своими традициями и правилами. Сплоченная группа со своим монастырским уставом. В нашей разведроте был непреложный обет молчания. В роте боялись лишнего ляпнуть, сразу бы последовала немедленная расправа. Нервы у всех и так были на пределе. Кто нас прилично зацепил, могли его запросто убить. И все солдаты знали, что, например, лейтенант такой-то погиб не от немецкой пули. Или, если достоверно узнавали, что кто-то стал стучать особистом, то такого человека быстро убирали при первой возможности, пришивали в подвернувшейся обстановке. Что такое обет молчания конкретно в вашей разведроте? Пример хотите? Был у нас в 42-м году на переформировке один бывший моряк, черноморец, украинец, мой земляк из Киева, старше меня летнасим. Производил впечатление тертого калача, прошедшего огонь и воду. Умел так травить баланду, что мы ему чуть ли не в рот от удивления и восхищения заглядывали. Одним словом, умел этот моряк произвести достойное впечатление и заслужить наше уважение. Но когда дивизия вернулась на фронт, он прямо перед выходом в поиск прострелил себе из автомата мясо под мышкой. Классический самострел, замаскированный под случайный выстрел. И мы его решили спасти от трибунала и не выдали. После санбата он, к нашему удивлению, вернулся в разведроту. Потом меня ранило и, получая в госпитале письмо от ребят, что моряк снова себя повредил, стал голосовать, специально высунул руку из траншеи и получил от немцев пулю в ладонь. И опять его не выдали. Через тридцать лет после войны этот человек стал в республике довольно известным деятелем, писал книги о героических разведчиках и о себе в том числе. Я случайно столкнулся с ним на улице в Киеве. Он сразу меня узнал, побледнел, как стена, но я ему сказал «Живи спокойно, я тебе не судья, геройствуй дальше». Как командование дивизии и офицеры штаба относились к разведчикам? Отношение к нам было весьма сложным. Насчет первого комдива полковника Эрастова я ничего толком не помню, а вот полковник Мальков, командующий дивизией два года, не очень разведку жаловал, в своих любимчиках нас не держал, и что особенно грустно, разведроту никогда не берег. При любой возможности и необходимости, надо-не надо, или чуть что где-то идет не так, использовал разведчиков в бою как простую пехоту. Приходил к нам в роту всего несколько раз на вручении наград, и очень хорошо запомнился его визит к разведчикам перед форсированием Днепра, когда он лично ставил нам задачу. Никакой слабости комдив к разведке не питал. Отношение к нам штабных офицеров или командование полков было в большей части негативным. Они считали, что своим развязанным видом и независимым поведением мы подрываем дисциплину в дивизии. Нас все побаивались, считая отпетыми отморозками, головорезами. И полковые разведчики иногда смотрели на нас искоса, они считали, что мы более устроенные, пригрелись возле штаба дивизии с девками из Санбата. Мы могли себе позволить гораздо больше, чем они. По вашему мнению, подобное отношение командиров к дивизионной разведке было обоснованным? Возможно, мы зачастую вели себя как блатные, как прожженные уркаганы, наша речь была пересыпана словами из воровского или морского жаргона. А что поделаешь, если треть рота из бывших зэков? Докладывая начальству о поиске, старший групп помог без задней мысли, сам того не замечая, использовать слова шухер, хипиш, фраер, пика и так далее. Иногда мы просто подыгрывали себе, зарабатывали репутацию нашей, так сказать, свирепой и кровожадные роты разведки. Даже то, как мы были одеты и вооружены, разительно отличалось от обычной пехоты или полковых разведчиков. Когда в Германию зашли, то мы там здорово покуражились. Иногда стоит перед нами группа цивильных немцев, а ребята на меня пальцем показывают и говорят им «Это Юде, Юде, Ферштейн, сейчас ваш шистсон будет». И немцы в ожидании расстрела с ужасом смотрели на меня, а мы смеялись. Посмотрел как-то в заброшенном доме на себя в зеркало, а ведь действительно я выглядел как настоящий громила. На голове кубанка, чуб, лицо зверское, из расстегнутого ворота видна тельняшка, хромовые сапоги, на мне автомат, гранаты, пистолет трофейной кобуре, отдельно штык-нож, да еще висит какой-то кривой ятаган в серебряных ножнах, подобранный в немецком буржуйском особняке. Живописный анархистко-бандитский вид. Политработники и особисты, скажем так, уделяли внимание разведроте? Как вы лично к ним относились? Иногда из штаба дивизии в расположение роты приходили всякие порторги и комсорги, но все их слова были настолько далеки от нас и любые призывы агитаторов отскакивали от нас как горох от стенки. Мне лично это было ни к чему, я воевал за родину и за Сталина, мстил за свою убитую немцами родню. Всю семью мои немцы уничтожили, а наш дом разрушили. Отец, все мои дяди, все восемь двоюродных братьев погибли на фронте. Бабушку убили прямо возле нашего дома, еще до бабьего Яра, просто вытащили на улицу и застрелили у порога. Так чему мне была нужна комиссарская пропаганда? На войне я в партию так и не вступал. Сталина я на фронте считал богом, верил, что все, что говорили о врагах народа и вредителях, это чистая правда, готов был во имя вождя любого убить. Во второй половине 50-х годов, когда я работал в прокуратуре, началась волна реабилитации по делам репрессированных в 1937-1940-х годах. Людей в прокуратуре для пересмотра дел не хватало и нас бросили на подмогу, группе официально занимавшись этим вопросом. Каждый день утром секретарша разносила нам по столам прокурорских работников стопки папок с делами расстрелянных на решение о реабилитации. Я читал эти дела и волос вставал дыбом. Дела тонкие, всего 7-9 подшитых бумажек, донос с постановления об аресте, протоколы двух-трех допросов, а в конце бумага с постановлением ОСО, суда или трибунала о расстреле, и еще одна обязательная о приведении в исполнение. И все, и нет человека. Дела почти все, за малым исключением, насквозь липовые, но больше всего поражал обилие доносов с дикими обвинениями, например, такими, читал газету «Правда» и при этом ехидно улыбался. Дальше раскрутка по 54-й статье УК УССР и высшие меры социальной защиты. И когда я понял, за что, а главное, сколько, безвинных людей погубили по воле и во имя вождя народов, то я прозрел, мне стало страшно, я не мог до конца понять, почему наше поколение было настолько слепым и одурманенным, ведь мы умирали в бою не только за родину, но и за этого деспота и тирана тоже. Но это я немного отклонился от вопроса. Что еще добавить о комиссарах? Перед серьезными поисками, сложными заданиями они могли пожаловать разведроту, иногда даже мог заявиться лично сам начальник политотдела дивизии полковник Юхов. И в эти визиты они иногда, помимо обычных напутствий, нам открыто говорили следующее. Не дай бог вам попасть в плен. Последнюю гранату, последний патрон для себя. Вы разведчики, воюете без права на плен. Есть еще один аспект деятельности политработников, в котором надо отдать им должное. Национальная напряженность в стране постоянно витала в воздухе, и только политруки смогли подавить подобные настроения в армейских рядах. А с особистами разговор был отдельный. С разведкой им было сложно работать. У нас их хитро гребаные штучки-дрючки не прокатывали. Круговая порука. Один раз особист хотел меня вербануть. Ты, мол, старшие группы, заслуженный разведчик, мы на тебя надеемся. Я ему ответил. Эти номера у вас не пройдут, и вообще наш разговор пустой и бесполезный. Если мы чего заметим, то без вас с любым разберемся сами. Он ретировался совершенно спокойно, поскольку заранее ожидал подобный ответ. Да и зачем ему с нами связываться? У нас хватало отчаянных голов, которые бы не посмотрели ни на звание, ни на ротвойск, ни на принадлежных к спецслужбе. Как-то у нас по тылам гонял на машине пьяный заместитель командира корпуса генерал-майор Густышев, известный самодур, порядки наводил. Нарвался на молодого старшину, который ехал в тыл за боеприпасами. Генерал схватился за пистолет и матом «Я сейчас тебя. Почему драпаешь в тыл? Вперед! Застрелю!» Старшина направил автомат на Густышева, перетернул затвор и сказал «Блядь, смерти захотел морда генеральская. Получай!» Трезвеющий на глазах Густышев заскочил назад в свою машину и отвалил по-быстрому. И нашему старшине ничего за это не сделали. Никто его не тронул, хотя этот случай стал известен многим. Видимо, сам генерал не хотел поднимать шум и выставить себя в самом неприглядном виде. Вот такой эпизод. Следует заметить, что в разведроте никто не вел разговора на политические темы. Мы не обсуждали действия генералов и всяких там командармов или преимущества колхозного строя. Нам это было ни к чему. Жили одним днем. Никому не завидовали. Мы сами выбрали свою судьбу. Один раз пришлось напрямую контактировать с особистами и выполнять специальные задания за линией фронта по заявке СМЕРШа. И, кстати, особисты, офицеры, пошли вместе с нами в тыл к немцам. Какие ощущения вы испытывали перед поиском и по возвращении из задания? Перед любым поиском, неважно, пятый он для тебя или двадцатый, я испытывал сильные душевные напряжения. Чувство грядущей смертельной опасности само выдавливало из тебя слова «если что, не поминайте лихом». Завещали трофеи своим товарищам. А вернувшись живыми и осознав задним числом всю степень риска и тяжести выполненного задания, мы радовались, как дети, выпивали и даже пели песни под гитару. Мелькала иногда у вас мысль, мол, устал воевать. Не было у меня таких ощущений и мыслей, что я устал убивать и воевать. Но иногда мечталось о легком ранении, хотелось немного отдохнуть на госпитальной койке. Постоянное физическое и психическое напряжение настолько выматывает, что волей-неволей организм и психика сдавали и требовали передышки. Постоянное ожидание смерти деформирует психику, а служба в разведке, когда ты постоянно теряешь боевых товарищей или убиваешь кого-то, это отдельная тема. После войны я сам удивлялся, насколько зачерцвело и залобилось мое сердце и какими стали мои нервы. Я заводился с полоборота. Поймите сами, выдержать все это было непросто. В Пинских болотах зимой немцы закрепились на высотах, а мы лежим в воде, на болоте. Холод собачий, замерзали насмерть, но даже чихнуть толком никто не мог себе позволить, сразу в небе появлялись осветительные ракеты, а все болото прочесывали из пулеметов. И когда мы вышли из этого болота и прикладами автоматов отбивали лед со своих шинелей, то никому из нас мало не показалось. Но вот ранило меня в очередной раз. Под Брестом прямо в окопе осколками мина зацепило по ногам, не задев костей. Пролежал я несколько дней в санбате и сразу затасковал по своим товарищам, по взводу и даже по своей фронтовой службе и доле. Вы сказали, мы никому не завидовали, но обычно дивизионная разведывательная рота находится в затишье рядом со штабом дивизии. Возле вас постоянно снуют с деловым видом сотни людей в военной форме, скажем там, штабники, обслуга, писаря, снабженцы, халуи-ординарцы, ротоохраны, солдаты различных тыловых служб и специальных подразделений, ППЖ, одним словом группа военнослужащих, вся война для которых проходила в 5-7 километрах от передовой. Ведь управление дивизии и ее тылы это целый аппарат с многочисленным личным составом и разной челюстью и так далее, сытые, бритые, блестят орденами на кителях. Кому война, а кому мать родна. Честно скажите, не было желания поменяться с ними местами? Ведь сколько можно жизнью в разведке рисковать? Нет, у меня никогда не возникало желания стать тыловой крысой. Поймите меня правильно, я был здоровый молодой парень, патриот до мозга костей и по молодости лет даже не представлял, как это можно человеку, имеющему совесть, увильнуть от передовой. Но в отношении этого сонма людей, служившим по праву, по специальности или по возрасту во вспомогательных и штабных подразделениях или, скажем, в определенной категории красноармейцев, пристроившихся в тылу, мы особой ненависти не испытывали. Пренебрежение проскальзывало, но зависть никогда. Мы же сами добровольно пришли в разведку и знали, какая судьба нам достанется. А в отношении толовиков что сказать? Все понимали, что свято место пусто не бывает, и всегда среди массы людей найдется кто-то очередной хитромудрый, кто пригреется адъютантом или денщиком в штабе возле сытого начальника, а вместо него погибать и проливать кровь будет какой-нибудь простой и безответный Ванька взводный. Понимали, что кто-то другой должен передовые части снабжать, обеспечивать, писать докладные, подвозить боеприпасы, чинить, кормить и хранять склады и тому подобное. Всех в первую цепь, в атаку, в активной штыки все равно не загонишь. Недоумение и презрение у нас вызывали не пожилые толовики-обозники, а только молодые, здоровые и наглые лбы, сразу нашедшие свое место на фронте в писарях, особистах и в многочисленных рядах всякого пошиба ординарцах. Вы считали себя смертником? Если честно, да. И даже матери с 42-го года никаких писем не писал. Она прислала мне письмо на фронт со словами что-то вроде «Сынок, бей врага без жалости, смелого пули боится и штык не берет». Я его прочел, меня эти пожелания почему-то задели, и я решил больше маме не отвечать. Зачем Надежде мать мучить? Пусть думает, что ее сын уже погиб. Написал ей снова только через несколько месяцев после войны, когда немного отошел с сердцем и сам убедился в том, что, наверное, буду жить дальше. Мать мое письмо получила и все равно тогда не поверила, что я живой. Ей в конце 1944 года прислали похоронку, что я убит в бою под Ригой. Сколько раз, вернувшись из боя или с разведзадания, мы не верили, что уцелели, что нас не ранило и не убило, ощупывали себя, шалея от радости. Это же постоянное балансирование на грязни жизни и смерти. А других на ровном месте убивало, кого шальной пулей, а кто и на мине подрывался в своем тылу. Осенью 43-го мы освободили какое-то небольшое село. Из одной хаты вышла женщина с сыном, парнишкой лет 15-ти, вынесла нам троим разведчикам крынку молока. Стоим, разговариваем, пьем молоко, и тут внезапно немецкий артнолет по селу. У хозяйки за домом была вырыта щель для укрытия на случай бомбежки. Мы туда. Двое товарищей прыгнули в нее. Я пропустил женщину перед собой и тоже бросился в щель. Ее сын упал на меня сверху. Залегли. Взрыв снаряда. И тут у меня вся спина от чего-то стала мокрая. А это сыну хозяйки голову начисто, как с бритвой, крупным осколком оторвало, и его кровь хлынула на меня. До сих пор не могу забыть горе и крик его матери. Не было бессмертных. Долго никому не везло. В дивизии был один командир батальона, герой Советского Союза, которого все считали заговоренным от пуль. Из любой смертельной схватки, из любой кровавой переделки он выходил живым. Ни разу не был ранен, хотя, как все говорили, ни разу не ложился под немецким огнем. Помню в Прибалтике прямо на моих глазах во время боя этот комбат в доблеско начищенных сапогах идет вперед в полный рост под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника. рядом с ним разрывается снаряд и его взрывной волной швырнуло на землю. Он встал и тряхнулся сказал «От, гады, попадать начали» и снова пошел вперед. Мы просто охреневали. Но в следующем бою несут этого комбата с поля боя на носилках и все говорят «Ранения-то смертельные». Но не всегда судьба разведчика заранее была обречена. Некоторые из наших ребят разведчиков после очередного ранения из госпиталей попали в военное училище и вернулись на фронт уже офицерами после относительно долгого перерыва в своей войне и в итоге остались живы. Мой верный товарищ Валя Предко после очередного ранения в 1944 попал в танковое училище после войны стал подполковником. И наш гитарист Коли Легкоступ тоже после ранений был направлен учиться на офицера и дослужился до подполковника. У разведчиков роты были предчувствия что именно сегодня последний день? Такие предчувствия были не только у разведчиков. Многие безошибочно определяли когда их убьет. У меня был товарищ еврей фельдшер одного из стрелковых батальонов нашей дивизии в звании старшины. Звали его как и меня Михаилом до войны он успел закончить два или три курса медицинского института. Шутник весельчак бесстрашный человек. В Латвии он как-то начал с утра и сказал сегодня меня убьют. Батальон шел по дороге и тут случился внезап немецкий артналет. Все побежали к ближайшему лесу а он остался сидеть на повозке. Ему кричали Мишка сюда давай к нам но он не побежал а просто не сдвинулся с места и через минуту в него прямое попадание. Когда мне сказали его гибели я места себе долго не находил. Были случаи что разведгруппа и составы вашей разведроты полностью погибали в немецком тылу. Чтобы никто из поиска не вернулся у нас таких случаев не было. Случалось что погибала большая часть разведгруппы. Помню как-то в Белоруссии ушла к немцам в тыл группа из 12 человек а к своим вышли вернее сказать выползли истекая кровью только двое раненых разведчиков. Остальные погибли. Таких трагических эпизодов в нашей роте было несколько в 1943 и 1944 годах. Кто-то из разведчиков роты попал к немцам в плен? Существовал ли у вас в роте закон убитых товарищей врагу не оставлять? Таких достоверных случаев чтобы кто-то из нашей роты в плен к немцам попал я не припомню. Понимаете сам факт что такое может где-либо случиться казался нам невероятным воспринимался нами как вселенская катастрофа. Мы были уверены что в любом состоянии даже тяжело раненый разведчик на последнем дыхании находясь в сознании не даст себя пленить и успеет застрелиться взорвет себя последней гранатой. Но на войне всякое могло произойти. Пафосные лозунги и легендарные символы это конечно прекрасно но ведь попадали в плен и дивизионные разведчики. И за примерами я вас далеко не отправлю. Рядом со мной живет Зильбернштейн воевавший на Калининском фронте в отдельной разведроте 93-й стрелковой дивизии в группе героя Советского Союза Головина. В феврале 1943 года немцы перебили в 20 метрах от своих позиций группу захвата. Из шести разведчиков и единственного живого тяжело раненого Зильберштейна взяли в плен. Почему-то добивать не стали а даже отправили на перевязку к своим медикам. Он по национальности наполовину армянин в плену назвался фамилией матери Саджанян и поэтому смог уцелеть. В 44-м году сбежал из плена под Витебском вышел к своим но на проверке в СМЕРШе из него стали ковать предателя мол как же так ты опозорился разведчик и в плен попал. А может сам к немцам слинял и в трибунале ему дали 10 лет сибирских лагерей десятку за плен как изменнику родины. Немцам и власовцам он не служил полицаем не был но плен ему не простили и основным лейтмотивом на допросах был именно этот разведчик в плену быть такого не может. Реабилитировали его только в 50-х годах и такая судьба иногда была у разведчиков. Интервью и литературная обработка Григорий Койфман Конец первой части Читал Олег Лобанов Григорий Койфман